Игрок команды Шорзенит Данила Фролов отвечает на наши вопросы после игры. Ну, во-первых, что не получилось сегодня, что сделали не так, почему такой результат? Результат просто, потому что многое не получалось, так пытались выполнить тренерскую установку, сыграть схему 5-3-2 и больше атаковать, и даже с таким сильным соперником, как Чертану, который бой за первое место, играть не только от обороны, но и в атаку. А насколько тяжело играть в таких погодных условиях? Погодные условия не так важны. Конечно, что-то иногда не получается, но главное – это командный дух, бороться и доигрывать за каждого оппонента и за командника, и добегать, даже если он где-то уже устал или упал в таких погодных условиях. Большое спасибо. Это был игрок команды Шорзенит Данила Фролов. Игрок команды Чертанова Владислав Ванисимов отвечает на наши вопросы после игры. Владислав, ну, во-первых, поздравляем с победой, во-вторых, расскажите о ваших впечатлениях после сегодняшнего матча. Ну, впечатления, конечно, одни и только положительные, так как у команды все получалось, и у меня в том числе первый тайм был достаточно хороший, но второй тайм – это погодные условия, конечно, не позволяли делать то, что мы хотели, но, несмотря на это, команды старались и противники, и мы, и получили тот результат, который хотели. Какие планы на остаток сезона? Команда борется за первое место. Ставите цель попадания в тройку? Цель – всегда побеждать и занять первое место, но и, несмотря на то, что мы там боремся, надо думать о развитии, то, что мы должны улучшать свои качества и становиться профессиональным футболистом. – Большое спасибо, Владислав Анисимов. – Еще отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на этот матч. Всем спасибо. Приятно, что на наш матч так пришли и поддержали нас. – Большое спасибо, Владислав Анисимов, игрок команды «Чертанов». Главный тренер «Шуарзенит» Евгений Герасимов отвечает на наши вопросы после игры. Ну, во-первых, что не получилось сегодня у вашей команды? Первый тайм уже, в общем-то, не получился 3-0 после первого тайма. – Ну, просто ряд игроков, а именно полкоманды не выполнили установку и были не готовы к матчу, как оказалось. Поэтому это, конечно, катастрофа, будем с ними разбираться. – Ну, вот я спрашивал у футболиста вашей команды, теперь вам такой же вопрос задаю. Погодные условия сильно повлияли на то, что не получилось выполнить сегодняшнюю установку? – Нет, я думаю, погодные условия для обеих команд одинаковые. Соперник «Чертанов» показал хорошую игру даже на этом поле. Поэтому вопрос к ребятам, к подготовке, тем более, и в нашей команде были ребята, которым претензии я не могу предъявить. Ряд игроков, их просто не было на поле. – А те игроки, которые появились на поле по ходу матча, то есть вышли на замену, смогли как-то усилить игру? – Ну, кардинально нет. Я думаю, просто соперник немножко чуть-чуть снизил обороты, как это можно было. Ну, и там такой игры, я думаю, что кардинально не усилили, но второй тайм был веселее, чем первый, однозначно. – Большое спасибо главному тренеру команды «Шорзенит» Евгению Герасимову. – Спасибо. – Спасибо. – Главный тренер «Чертанов» Игорь Ротикин отвечает на наши вопросы после игры. Ну, во-первых, поздравляем вас с победой. Во-вторых, как вы считаете, отчет чего вашей команде сегодня удалось победить, чем более с таким крупным счетом? – Ну, первое – это всем ребятам и всем болельщикам большое спасибо. Всех поздравляю с победой и всем дальнейших успехов. А по ходу на первый вопрос отвечает, скажу, что начали играть очень быстро и, так скажем, забили быстрый гол. И потом еще в конце тайма, так скажем, забили второй гол, третий, в общем, который потом, наверное, и повлиял на итог. Эти голы повлияли на итог. – Замены, которые вы сделали, они практически, ну, многих игроков со скамейки запасных выпустили сегодня на поле для того, чтобы дать игровую практику или как-то пытались игру все-таки поменять, какие-то, может быть, схемы? – Ну, вообще планировали сделать чуть раньше замены, но вот поле и выходить вот на такое поле, играть и сразу попадать, ну, в такие ситуации, поэтому, наверное, где-то и не рискнули и дали возможность игрокам, которые с первых минут чуть больше поиграть. Ну, выходить на такое поле очень сложно, поэтому чуть повременили. – Большое спасибо, главный тренер Чертанов Игорь Рочкин. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.